Детские сады Детские сады И все до одного родители, как и в прошлые годы, должны были прийти конкретно непосредственно в комитет по образованию и получить эту путевку Это раньше так было? Да, было такое. На сегодняшний день путевочку. Для того, чтобы получить путевку, не нужно приходить в комитет по образованию. Родители сразу идут в тот детский сад, куда распределился ребенок. И там на месте решают сразу все проблемы. И получение путевки, и предстоящего потом поступления ребенка в дошкольную организацию полностью. Родители получают консультацию. Они как-то по записи туда попадают в детский сад, чтобы забрать путевку? Мы в этом году сделали, и на следующие годы это будет также точно. Продолжено? Продолжено. Мы всех родителей, детки которых распределились в дошкольном учреждении, мы их оповестили. Мы их пригласили, договорились в конкретном времени, когда они придут в дошкольную организацию с тем, чтобы ни в одно и то же время они пришли. Это очень удобно. Это главное достоинство новой системы, по-вашему, или еще есть какое-то? Ну, в этом году это действительно достоинство. Это достижение, потому что эта система электронная, региональная, у нас введена в 2014 году, и она неоднократно модернизировалась. И сейчас возможность такая появилась, и мы действительно рады тому, что на самом деле родителям это гораздо удобнее. Ну и, конечно, нагрузка на специалистов комитета по образованию, она тоже на сегодняшний день меньше. А нагрузка на воспитателей или на тех, кто выдает путевки в детских садах? Дело в том, что если эти 8,5 тысяч разделить на более чем 150 образовательных организаций, то, в принципе, за полтора месяца это небольшая нагрузка. Это сколько в день, например, человек может прийти? Это по-разному. Это руководитель сам уже распределит, как ему удобно пригласить родителя. Но суть-то в том, что они все равно с ними тоже время занимают, когда родители приходят уже с путевочкой, и все равно эта консультация дается. Выдача сама путевочки, она занимает очень короткое время. А в какой срок путевки нужно забрать, чтобы ребенка все-таки не исключили из списка очередников? Ну, вдруг кто-то не успел? До конца июня. Вплоть по 29 июня родители имеют право полное. Даже по какой-то причине, если ему не дозвонились, там не тот телефон и так далее, он может в любой день прийти и получить свою путевочку. А иначе нет, иначе потеряет. Ну, в дальнейшем, да. Если он не потеряет эту путевочку, просто заявление перейдет в статус «заморожен», и нужно будет заявление родителя, чтобы его назад вернуть в очередь по предыдущей дате. То есть это не заново, в очереди он не исключается. Но, к сожалению, эта путевка будет уже удана следующим по очереди ребенку. Очень, мне кажется, популярный вопрос. Из года в год он повторяется, но я не могу его не задать. И в этом году можно ли будет родителям поменяться путевками, если вдруг окажется, что детский сад, который попал их малыш, расположен где-то достаточно далеко от их дома? А у соседей там рядышком? Чтобы сказать, что электронная система, которая распределяет детей по детским садам, она учитывает только те детские сады, которые родителями указаны, именно родителями лично указаны в заявлении. Поэтому тот момент, что совсем далеко и невозможно водить, он вообще должен быть, конечно, исключен. Но в случае... Но все-таки то ли ты вышел, вот, и два шага прошел, то ли ты остановку какую-то ходишь. В случае, если родители найдут самостоятельно обмен, чтобы возраст был один и тот же, то есть одна и та же возрастная группа, мы идем навстречу таким моментам, потому что это не является никаким нарушением. Это равноценные путевочки. Родители приходят в комитет по образованию в данном случае. И я хочу сказать, что в комитете по образованию прием ведется. Родители, если не желают в детском саду, или если ему удобно в комитете, он может получить путевку и у нас. А, то есть даже так, если не в детский сад, то к вам можно прийти. И вот такие вот моменты, которые вот обмены, еще там какие-то, если возникают вопросы, мы всегда готовы. А со скольки до скольки? Или позвонить и договориться? У нас на время выдачи путевочек усиленный режим работы, мы вместо одного раза в неделю принимаем трижды в неделю, до понедельника, среда и четверг. Со скольки до скольки? С 9 до 16, с 12 до часу перерыв, а все остальное время мы для граждан. Спасибо вам большое. А я напомню, что о раздаче путевок в детские сады мы сегодня говорили с Ириной Синенко, начальником отдела дошкольного образования Комитета по образованию города Барнаула. Продолжение следует...